Те жители, кто установил в своих квартирах автономное отопление без соответствующих разрешений, могут быть привлечены к административной ответственности. Кроме того, им придется восстановить систему централизованного отопления в своей квартире. С несогласными вопрос будет решаться жестко. Нарушение технических условий при получении коммунальных услуг. Нарушение общей схемы. Чиновники такой подход к решению вопроса называют вынужденной мерой. Так, дескать, они хотят защитить людей от тяжелейших последствий. А чтобы не быть голословными, приводят неутешительную статистику. Например, в 2014 году было всего 26 фактов по несчастным случаям газа быту. Все 16 летальных исходов. В 2015 году всего было 15 фактов. 36 человек пострадали. Из них 3 факта и 7 человек пострадавшие – это от угольного отопления. А остальные 12 фактов и 29 человек, из них 7 человек с летальным исходом – это все связано с газом. К слову, если раньше установка автономки допускалась там, где в квартире предусмотрен индивидуальный дымоход, теперь противники автономки напоминают – одного дымохода мало. Важно, чтобы и диаметр газовой трубы был рассчитан на установку дополнительного газового оборудования. Вот только. Если дом, конструкция дома предусмотрел, новые строительства дома, тогда только на них будет. Там двухэтажный, пятажный. Старых домов, я разъяснял, нет. Есть там 101-й, 103-й серии, которые предусматривали дымоход на горячее водоснабжение. Это то есть диаметр газовой трубы, она предназначена для использования установки проточного водонагревателя. Если потребители взяли разрешенный документ на проточный водонагреватель и горячую воду подключили на систему отопления, это тоже неправильно. Правда, гарантировать тепло в квартирах чиновники по-прежнему не могут. Здесь все зависит от самих жильцов, говорят они. Там, где жители подготовили свои дома к приему тепла, в их домах тепло было качественное. Удастся ли заставить 18 тысяч шимкенцев, установивших автономное отопление, вернуться в лоно централизованного тепла? Вопрос открытый, равно как и возможность привлечь к ответственности тех, кто давал разрешение на установку автономного отопления.